Я тоже они себя, да, укачиваю? Нифиган-то тут узанто, куда мне проезжан-то? Может, вы, чтоб я оттуда чернала? Ух ты! Ну, я все-таки выбрал, ребят, S1000R. Был на острове ТТ, и сейчас вот тут катосят. Я? Я, капуста везде. Ну что, семья, как настрой? Не насрать, не надо так ехать, ну не... В этом видео, так же, как и в предыдущем, я решил вас порадовать и разыграть призы. Будет вот такой вот шикарный магнитик и фотокарточки с стиль Вио ПАС. Что нужно сделать в этом видео? Смотрите внимательно условия где-то вот здесь вот. Ну и так же не забывайте, что в пятницу будет прямой эфир, поэтому подписывайтесь на канал. Одно из условий подписаться на канал. Нажмите получать все уведомления. В прямом эфире разыграем все призы, которые я обещал в этом видео. И в предыдущем видео там кофты, кепочки и худи вот в этом промоцик. Приятного просмотра! Эта серия будет интересна всем любителям мото, любителям вкусной еды, прекрасных пейзажей и приключений. Как вы помните, в прошлой серии мы были в Швейцарии. Спасибо нашим друзьям Сергею и Анастасии. Это было восхитительно. Любителям путешествий из Швейцарии настоятельно рекомендую посмотреть все серии из нашего путешествия. Из Швейцарии мы отправились в Италию воплотить мою мечту в реальность. Но что-то пошло не так. Граница с Италией, прикиньте. В туннеле. Мерси, Баку. В одну сторону 29 евро мне вышло, и там два погранца стоит. Вот это, в принципе, граница, да. Италия, Швейцария. Я не знал, что она в туннеле. Нас, конечно, как всегда сейчас остановят, наверное, попросят документики. Вопросы пограничника на границе. Сколько у тебя денег с собой? Я говорю, косарик. Он на меня смотрит подозрительно. Я говорю, что много? Он говорит, нет, мало. И ничего, не багажники посмотрели. Просто проехали, и вот едем уже по Италии. Эльдоро-де-Манджаро. Взял такой талончик, и потом на выезде, наверное, заплатить надо будет. Пятом, мы в Итальяне и приехали. Почему ты именно на стол наклеил, а тем наклеил это трон? Итальянцев, ноу-дизель. И бензин, но бензин, ноу-дизель. Жаришка чувствуется, 29 градусов. Тепло. Вот такую штуку, бардаль. Очищает и стекла хорошо, и диски. Слушай, диски, посмотрите, какие черные все. Ну, сразу чувствуется, это Италия. 7 евриков, такой громадный чупа-чупс. Да, цены, конечно, даже у придорожного магазина очень даже хорошие на такую продукцию. Взял такой бомболоно, и что-то меня надули. Он стоил 4 евро, плюс капучино, плюс кола без сахара, и плюс пончик за евро. И мне насчитали почему-то 16 евро. Я не понял, ребят, что за фигня. Бомболоно нормальный. Пустой. Просто бомболоно аппортит. Я реально не понимаю, что мне тут посчитали, но как-то за много что-то. Машину я не заправил, зато заправил свой живот. И почему-то заплатил 6,90 за этот бутерброд, который стоил 4 евро. Даже на видосе видно. Ну, ладно. А там есть магазин? Да. А там есть садка? Я не знаю, сколько стоит дизель. Так, дизель, дизель. Я как ему сказал, что мне не нужен фул, он сразу убежал. Тут заправщик мне открыл этот. Евро 84, что, Карл, это дорогая заправка. Смотрим внимательно, как Денчик лоханулся. Евро 84, это сервис. Чувак подходит и вам заправляет. Евро 59, вы сами идете на заправку и заправляетесь. Я, конечно же, заехал сюда, заправил сам и заплатил больше. Подъехал бы сюда, соответственно, заплатил бы меньше. Но заправляйтесь не на автобанах, просто мне нужна была соляра, ну и я лоханулся. Вот я хочу такой и путешествовать вокруг мира. Дорогие мои друзья, найти хороший автомобиль в наше время большая проблема. Поэтому перед тем, как покупать автомобиль, обязательно проверьте его. Это очень важно, чтобы не попасть на деньги. Я хочу вам посоветовать Carvertical. По моей ссылочке с моим промокодом, ссылочка в записи в комментарии, в описании под этим видео, вы получаете 20% на проверку автомобиля. Что вам для этого нужно? Всего лишь узнать вин-код автомобиля. Адекватный продавец должен вам его предоставить. Что важно, информация, предоставленная в других отчетах, может быть изменена. А эти отчеты основаны на блокчейн-технологиях. Поэтому ими невозможно манипулировать. Записи о бугонах, данные продавцов. Пробег автомобиля, который обычно все любят скручивать. Спецификация автомобиля, комплектация. Здесь вы можете проверить историю ремонтов и технического обслуживания. Отчет о скрытых повреждениях. Характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта, проверить автомобиль, и вы не сильно понимаете в этом, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели и ее изъятие с рынка. Как и говорил, ссылка в описании под этим видео и в закупленном комментарии. Спасибо вам за поддержку. Каждый ваш переход помогает мне делать более качественный и интересный контент. А мы продолжаем дальше. Подавилась. У тебя тоже они себя, да, укачивают? Да. Ой. Сейчас нет. Нет. Манни телепасс. Карты, карты. Нам сюда, сюда, наверное. Сюда, 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 вот сюда. А, я понял. Я сейчас буду оплачивать вот эту квитанцию, которую я получил на въезде на платный автобан. Это обзираловка. 25 евро, Карл. 25. Я заплатил 30 на въезде, плюс 25. Уже 55 евро. Я просто тупо заплатил за то, что я еду по Италии. Немного итальянского оденчика. Грациас, бонжорно. Мамма миа. Мамма лависта. Съесть-то. Ау-ау-ау, держите меня семеро. Какая красота. Какое красивое гигантское озеро, в котором мы искупаемся. Кому тебя держать сед? Итальянцы любители быстрой езды. Они все превышают. Все летят. Просто летчики. Заедем, покажу вам апартаменты, которые стоили 70 или 80 евро, что-то около того. Нифиган-то тут узан-то. Куда мне проезжан-то? Я не понимаю, Антон. Так, наливан-то, наверное. Папа, теперь в тебя. Парковками, конечно, у них туговато. Но нам повезло. И мы не сильно далеко. Это классные апартаменты. Теперь смотрите, что мы имеем в Италии. Вы помните, что было в Германии? Был полнейший ужас. Здесь мы имеем спальню с большой кроватью. Еще одна комната. Маленькая такая спальника. Душевая. Огромная. И тут мы заходим в гостиную вместе с кухней. Она просто огромная. Ну, вида нет, конечно, на море. Там, ну, посмотрите, какие классные апартаменты. Заплатил 100 евро и 59 центов. Плюс еще за каждого гражданина нужно заплатить еврик. Это городские налоги. Наш райончик. О, коты, посмотрите, как спят. Тут так тихо. Как в лабиринте здесь. Мы свою баржу припарковали вдоль. И то не до конца. Потому что она большая. И мы, наверное, мешаем вот этому человеку выехать. Ну, это уже радует. Можно искупаться. Правда, я ожидал песчаного пляжа. Субтитры сделал DimaTorzok. Хорошо. Водичка просто шикарная, там тучи и там тучи, там дождь. А я купаюсь по пылу, опа! На часах 19.53 и идеально кристально чистая водичка. Настоящая печь и это настоящая итальянская пицца. Слушайте, и цены великолепны. Залетают пушечки. Мой бомбино кушает мороженое итальянское. Бомбино, а по-итальянски малыш. Пицца просто божественная. Настоящая итальянская пицца. Как тебе, Милена? У нас какой-то кетчуп используют, а они реально томатную пасту или как она называется использовали. Очень вкусно. Просто божественно. Еда богов. Наш первый вечерочек в Италии пришел к завершению. Едем домой. Баеньки. Соображаем по маршруту на завтра. Смотрим, что по погоде. Пицца была просто реально божественная. Я первый раз в жизни кушал такую вкусную пиццу. Одиннадцать тридцать три. Это уже следующий денечек. Вчера мы купались, кайфовали. А сегодня уже дождь. И пробка. Нормальная такая пробка. Не, вчера мы тут ехали, а сейчас здесь вот какая пробка в город Лека. Абадия. Не знаю, куда все эти люди едут, но пробка просто ужасная. Италианский магазин. Так. Все хотели шоппинг. Сейчас будет шоппинг. Чисто продуктовый магазин. Вот цены вам, пожалуйста. Виноград 2.85, персики 3.15. И вот эти персики евро 85. Я не знаю, что это такое, но выглядит прикольно. Евро 98. Вы знаете, что мне нравится вот это все? Я понимаю, что это вкусно. Не то, что у нас зимой помидоры даже не пахнут. Вот эти помидоры, они хоть уродцы, но они вкусные. Изобилие просто зашкаливает. А это уже такая дорогая. 23 евро. Вот такая колбаска. Эксклюзивная вода. Сан Пелегрино. 69 центов за бутылочку. Другой, да? Нет. Да, морепродуктов здесь тоже хватает. Яйца в Италии дорогие. Евро 89. Евро 29. 4 яйца. И большая упаковка 3 евро. Но вот здесь самый-самый жир. Вкуснятина. Ах. Стеклянная бутылка Coca-Cola Zero. Первый раз в жизни вижу такую. Евро 35. Понятное дело, что вино в Италии дешевое. 8,55 литров сразу можно бахнуть. По сравнению с вчерашним шедевром, это просто полная шляпа. Распогодилось, как мы в магазин сходили. Цены плюс-минус, как у нас в Латвии. Но выбора намного больше. Ух ты! Слышали, как цепляет у меня сзади левое крыло? Вай-вай-вай. Ну что, где-то? Посмотри ты на свои номеры. Она едет на срепантину наваливать, потому что у меня этот мопед не отвалился. столик. Все бы евро 60 и можно заплатить наличкой, аллилуйя. потом надеюсь найдем где по евро 40 и куда нам тут заехать саще бм проедет посадить как узенько нормально итак мы на месте 17 20 горы виноградники помидоры у него тут оговор огородик свой салатики сейчас покажу вам апартаменты шикарные просто за 100 евро бомба отличный душ в туалетом одна комната с шикарной кровать такая маленькая кухонка но нам этого хватает и еще одна комната с диванчиком милеши уже разукрашивает надеюсь что погода поменяется вот это моя цель перевал стельвео 73 поворота самое большое разочарование я не смогу прокатиться на мотоцикле который я зарезервировал сейчас на часах 17 52 и мы быстренько сгоняем боевой центр с вами лучок зеленой салатики помидорки что у меня там тыквы еще круто такой вот дворик барбекюшечку можно замутить здесь видимо можно купаться такая узенькая улочка там и тут парковка очень хорошая а вот виноград в принципе я могу тоже вот завтра так одеть курточку и кататься по перевалу стилю но нужно солнце иначе без солнца нет вот этой сочной картинки где-то там есть солнце заметно кстати что это бывшая часть австрии посмотрите какой замок громадный интересный такой просто на скале такой обалденный так поговорил только что с приятным немцем вот его мотоцикл он тут путешествует ребят завтра будет бомба я поеду на мотоцикле по стиль вио пас главное с утра стать чтобы погодка был огонь говорят братишка ты взял что ли вот этот мотоцикл для сеплантинов как бы на нем тоже можно было бы нормально навалить но я все-таки выбрал ребят s1000r уже новое поколение 150 евро заплатил я выбралась s1000r потому что управляемость у него просто идеальный для этих серпантинов главное не скорость а управляем он мне уже нравится я уже представляю как я буду завтра на нем наваливать вообще выбор очень большой цены я считаю 150 евро для этого места это просто сказка может кто-то скажет что это дорого может такое надо было брать не с 1000r и я думаю это правильный выбор что завтра поедем катосить самая маленькая мечта которую я вполне возможно воплощу в реальность завтра 953 всем доброе утро вам доброе утро мне не очень доброе утро расскажу почему я проехал 3000 километров для того чтобы прокатиться на нем по перевалу стиль вио это легендарный перевал но к сожалению это все не получится потому что погода говно для настроения просто говно мы поедем на машине заснимем что можно заснять чья очень сильно расстроен если на ютубе будет нормально просмотров у меня будет все нормально с финансами возьму 10 дней отпуска приеду сюда вот в эту гостиницу снова арендую этот мотоцикл и буду кататься кататься и кататься снимать и снимать и снимать друзья я совсем не сахарная не боюсь промокнуть просто сейчас не поедем на машине вы сами увидите что там я конечно буду вдвойне разочарован если там хорошая погода светит солнце и сухой асфальт но она вряд ли вчера немцы ездили туда и на половине пути они развернулись так как был сильный дождь развилась масло от дизеля там что-то конечно было очень очень плохо что ты смеешься у кого-то хотя бы хорошее настроение но не у меня бэха еще не подвела мы есть блядский ливень пошел игры я не боюсь промокнуть у меня есть куртка у меня есть дождевик у меня все есть но вот что это будет за картинка что-то за езда быть здесь находится отель она бэвэ центр вот сюда я должен вернуться только с вашей поддержкой вот это сила природы ахренеть на здесь погодка конечно шикарная вам скажу нам вот это понимаю вот сюда вот посмотрите это парк индейцы какой-то ну и вот здесь видимо начинается перевал погода-то идеальная блин нас мотоциклист обманет красавчик завидую добрые зависти по-доброму вот так вот в италии выглядит фоторадары оранжевого цвета который стоит с левой стороны вот он тут тут так деревушку какая-то красивый домик пока что нет таких крутых серпантинов о мотоцикле ребят начинается у меня левая арка просто трется люто вы слышали вот эти звуки да не знаю чтобы с покрышкой вот это самый-самый жир тут пошел дорога мокрая почему-то от левые повороты нормально у о-о-о-о-о-о-о вот так за сесть притормозил попустил поехал дальше 12.02. Если честно, я не жалею, что не поехал на мотоцикле, потому что погода действительно тут очень плохая. Парень говорит, что был на острове ТТ, и сейчас вот тут катосят. Парень позади меня говорит, что нет времени, нужно работать, он поедет сегодня, одел теплые перчатки, вот и пруф одел. Вон, ребята, поехали тоже. Класс. Вот так вот режет резинами. Именно левый бок почему-то. Бележ, тебе горы не нравятся, да? Точно. Точно? Да. Блеванула? Да. О, как. Цепанула немножко. Здесь самые-самые повороты начинаются. Ну, знаете, я думал, дорога будет намного уже, намного страшнее. Она офигенная, просто классная. Говорят, еще вот на фурка пас что-то похожее, может, даже красивее. Не красивее, а по-другому немножко все выглядит просто и все. Едет? Не, вон, видишь, машет, чтобы я ехал. Все уже договорено, туристу, туристу. Ну, так летит. Здесь вообще прямая, вон, хорошая дорога. Смотри, коровы напротив, по сути, там, так высоко. Офигеть. Без комментариев. Спасибо. Смотри, коровы напротив. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думала, к облакам можно только на подъемнике подняться Нет, видишь, на машине тоже можно к облакам подняться Выше облаков Выше облаков Выше облаков Три минуты страха еще? Ну да, там так показывает Три минуты страха Да, горы это не для всех, конечно Субтитры создавал DimaTorzok Я вижу этого фотографа, который фоткает моцики обычно Видела? Курвафото Курвафото Курвафото? Курвафото точка ком Может у него надо посмотреть Да, у него фотка будет там Которая будет стоить, наверное, 15 евро Теперь вы понимаете, какая погода здесь? Зима, а просто дубак Видите пар на камеру? Где-то 0 градусов Пошел снег, Ferrari, Lambo Ничего особенного, как бы, для этого региона Классная машина, только черного цвета не мое Леш, как тебе тут? Леш, снег съем Снег кушаешь? Представим, что я на мотоцикле 2760 метров И, пожалуй, я куплю магнитик один Ну, сосисочки тут О, вкусняшка какая Ну, пойдем во внутрь покушаем Там сосисочки Сосиски А, капуста везде Ммм, как пахнет, ну, ребят Просто не передать вот эти запахи Мелена, как батон нормальный? У тебя не маленькая булочка будет, а? Вкусно Вкусно? Ну что, как булочка, вкусно? Угу Ого 13.30 Холодно Скажи, какой день сегодня? Сегодня? 14 июля Булка стоила 7 евро Ну, не дешево, но так как я мотоцикл не взял в аренду То могу себе позволить Стои очень простые Лайк под видео Поделись этим видео Подписка на канал И пишем в комментах Слово стильвио Ну и мои свои пожелания Я уверен, что у нас получится И я сюда приеду уже на мотоцикле Вы видите, идет снег Просто Тупо Снег Очень холодно Ну а мы пойдем перекусим А тут довольно уютненько Сейчас горяченького Росбифа немножко Это оленина у нас тут Картошечка фри Здесь у нас лазанья Куриный Какой это суп? Много жира такое Это же макароны в лазанья Макароны с сыром Суп очень соленый 7 евро И тут только вот макароны и мясо Из кубика Знаете, похож как Похож на приправы из ралтона Нам на самом деле тут что-то не очень Единственное, что тут съедобно Это вот мясо вот это вот Вот хлебушек На хлебушек Да 10 евро Около 10 И вот это Тоже около 10 Все вместе Или 14 Все вместе Но будет 35 или 40 евро где-то Такое пересоленное Все что надо выпить Бутылку воды Чтобы это вообще хоть что-то съесть Жирное Оно просто никакое Я не знаю как это есть Постучи этот сыр Вот что Что вот это? А это лазанья Что заплатили 39 евро Но это полное разочарование Я вам честно скажу Ну все пересолено было Лучше покупайте Сосиски на улице Они муа Белиссимо Ну что семья Как настрой? Лично Кубиночка как-то? Попью воды Пасо дель Сильвия В следующий раз Мы обязательно на мотоцикле Поедем в ту сторону Там швейцарская граница Два с половиной градуса Чувствуется Холодно Мы аж печку врубили Сейчас будем пробовать Спуститься вниз О, просто красавчики О, просто красавчики Молодцы Мое почтение Все Давайте пацаны В Сайлент Хилл Мы все таки решили По второй стороне Обратно ехать Тут более таки плавные Повороты И спокойней Мы сюда с вами обязательно Вернемся Но уже на мотоцикле Понимаете, только что Два с половиной градуса тепла И что мы наблюдаем здесь? Мы наблюдаем здесь Солнце И шикарный вид Шикарную дорогу Которая уходит куда-то туда Я вижу двух маленьких мотоциклистов А вот здесь без... Шикарный Ну что? Ну не надо так близко Я боюсь Машина едет на встречу Мне насрать Ну не надо так ехать Ну не надо А вот где мне ехать? Ему проехать нужно Алло Прямо по самое крайнее Хочешь ты сядешь и поедешь? Если ты так не уверен обо мне Я вообще ненавижу эту дорогу Все, замолчи Сраное путешествие Слушайте, ну не зря я поехал Все таки на машине Это просто бомба Ну что, корова-тигр что ли? И теперь я понимаю, что швейцарцы Действительно любят своих кого... Кого... Коров И они содержатся Ну просто в идеальнейших условиях Вы просто не представляете Какой здесь воздух Тут так приятно пахнет Кайф Мне все время хочется остановиться так то... Тут красота за красотой как говорится... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 пожалуй, на этой ноте мы закончим, я немного устал, нам еще три часа езды до Мюнхена не получилось на мотоцикле, но было не менее комфортно и не менее атмосферно на машине и вы смогли с нами прокатиться на автомобиле, это было увлекательно Кубиночка боялась, дети боялись, но мы проехали этот маршрут пишите комменты, поддержка, сзади было красивое озеро ну а мы поехали в Германию, в музей Бене, всем спасибо, до новых встреч, пока ты не хотела, говорила отвратительно идиот! а при чем я здесь, если дорога такая? ну убери свою камеру, держи машину двумя руками здесь они не такие острые вообще, эти повороты мне не важно, если мы упадем с обрыва, не важно, какой острый там поворот был или не острый мы не упадем с обрыва